Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 7 мая и наконец-то я добралась, дошли у меня руки до перца, вернее до рассказа о перце. У меня уже неоднократно спрашивали все, покажите ваши перцы, покажите ваши перцы. Но так как я выращиваю помногу, у меня их 19 лотков перца, и они все были расставлены в разных концах, то я не знала какой показать. Вот сегодня, вчера их по-моему или позавчера я вынесла первый раз, ведь было холодно, я всегда говорила, что если томаты стоят здесь в теплице, отбиваются от морозов, то перцы и баклажаны я в это время никогда не выношу при холодной погоде, они у меня стояли дома. Поэтому они и в росте немного, не позволяла погода их распекировать. Вот видите, есть даже еще общие посадки, которые не распекированные, у них уже по 7 листьев есть некоторые, но они не рассаженные. И рассаживать я буду их только сейчас, когда наступило тепло, когда половину томатов я высадила, эти вынесла в теплицу. И я сейчас расскажу немного подробнее о перцах, как я делаю, какой у меня опыт, как рекомендуется, потому что многие уже высаживают перцы в теплицу. Но я так рано и в теплицу их не высаживаю, потому что на случай мороза, если томаты выдержат, например, 10 или 8 градусов, то перцы при таких низких температурах я боюсь там оставлять. Пусть они лучше здесь у меня посидят в лоточках, в стаканчиках. Сейчас покажу, какая рассада уже готова, можно высаживать. Видите, вот у меня цвет набрали. Есть некоторые там далеко, не пойду туда, есть уже, которые цветут. Вот, что у нас принято о перце. Вот когда перец готов, так же, как у томатов, есть какие-то стандарты, по которым мы можем понять, что перец готов. Вот этот вот я специально взяла, он у меня на ранних сроках распекировано. Вот это калифорнийское чудо красное. Оно и так здоровое, высокорослое, еще я его в первую очередь распекировала. Он такой перец-гигант. И вот этот перец уже готов. Считается, что если высота перца 20-25 см, но это, конечно, не карликовые сорта, я про обычные говорю, и на нем есть 10-15 настоящих листьев, то перец уже готов. Независимо от того, что у него вот нет еще даже этих бутончиков. Здесь листьев очень много. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девядесят, одиннадцать, 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 одиннадцать. У него уже 15 листьев, и вот как раз он под стандарт подходит. Он готов. Еще готовность, конечно, можно узнать, если уже перец набирает цвет. вот видите, вот бутончики, то это явно, что он просится к высадке, вот уже цветет перец. И когда у меня спрашивают, цветет перец, отщипывать или нет, это же все зависит от того, когда вы будете высаживать. Вот я сейчас, например, через неделю или дней через 10 буду высаживать, значит я ничего не буду отщипывать, ничего не буду прищипывать, пусть он цветет, высажу с цветами, у меня все они, которые к высадке в первую очередь готовы, все они в стаканчиках, если я не буду разрушать вот этот земляной ком без повреждения корневой системы, прекрасно переносят они пересадку, иногда эти цветы завязываются и дальше начинают плодоносить. Но те, которые не распикированы, конечно, я их сейчас буду распикировывать и доращивать, потому что в открытый грунт, вот эти для открытого грунта, мы высаживаем только после 10 июня, еще целый месяц они будут расти, так что до высадки в грунт, возможно, и эти зацветут. Так, какая готова к высадке, мы узнали. Обычно в теплицу после 15-25 мая люди уже высаживают, у нас в Сибирском регионе, вот я живу в Алтайском крае. Вот сегодня седьмое, как я и сказала, через неделю, дней через 10 я буду их высаживать. В этот период уже меньше у нас угроза заморозков, вот этих возвратных, и там, если что, я буду включать обогреватель, но уже температура и земля прогреется, и температура для них, потому что перцы все-таки более теплолюбивы, чем томаты, и я немножко их как бы берегу от таких пониженных температур. Высаживаю очень просто, делаю лунки, поливаю теплой водой и заглубляю до настоящего листа. Вот если вот этот вот, видите, семидоли здесь у меня, и он посажен вот так, то заглублять я буду вот так. И хотя и говорят, некоторые пишут, что не образует он лист этих дополнительных корней, все он прекрасно образует, укореняется, я всегда делаю так. Так, расстояние между перцами примерно выдерживаю 30 сантиметров, и высаживаю я их попарно, но я не знаю, можно ли это назвать, часто спрашивают, по два в лунку высаживаете или нет. Они вроде бы и не два в лунку, на расстоянии примерно 20-25 сантиметров, но я их высаживаю попарно, то есть две, чуть сближе друг к другу, а между рядами больше расстояния. Я делаю так просто потому, что я их потом подтягиваю к одному колышку, потому что много перчин, они обламываются, и они вот удерживаются с этим колом. Назвать это по два в одну лунку я не могу, но парно, я высаживаю их парно, все равно они сидят парами. После того, как я полью, они укоренятся, и дальнейший полив, он немного отличается от полива томатов. Если томаты, мы всегда говорим, что они любят обильные, но редкие поливы, и мы ждем иногда неделю, даже 8 дней, то перец у нас более влаголюбив. Тут он больше подходит к огурцам, потому что он пересыхание грунта не выносит категорически. Если у вас будет редкий полив, и если он почувствует, что земля сухая, недостаточно влаги, может отреагировать непредсказуемо, может сбросить цветы, может сбросить молодые завязи, плоды, может сбросить даже листья. Так он реагирует и на холод, и на сухую землю, то есть если ему не будет хватать влаги. Это вы запомните, что грунт должен быть всегда умеренно влажным, то есть поливаем мы немножко почаще, чем томаты, и не ждем, когда грунт совсем засохнет. Любит влагу, любит тепло. Как я уже говорю, что он немножко похож на огурец. Если томатам повышенная температура выше 25 не рекомендуется, то он в жаре прекрасно. Он из южных стран завезен из каких-то. Ему главное, чтобы земля была влажна, а жара пусть будет хоть какая. Все будет прекрасно у него. Главное, что вы еще должны знать, если вы только начали выращивать, не нужно никогда применять свежий навоз на перцы, потому что у него может произойти так же, как у томатов. Он будет толстый, жирный, будет много таких, ну, мощные стволы, много листвы, он будет красивый из-за глюдения, но при этом снижается урожайность. А так все, как обычно, азот, фосфор, калий. Там, когда кто делает подкормки, это будем говорить позже, заправляем точно так же лунки. Я вот добавляю простую хорошую землю, дерновую, свежую, добавляю перегной, также добавляю и рыбную муку, и золу. Все это он любит. Но он не любит перепадов температур, не любит вот таких, вот как, как я говорила, что томаты я могу высадить, а этот не любит, что вот сейчас тепло, а через три дня раз будет три градуса всего. И вот из жары в холод это он не любит. Мы должны знать, что он не любит пересыхание грунта, не любит перепадов температур. И до цветения, пока еще он вот такой маленький, вы еще можете поливать раз в неделю, но как только наступит цветение, вот у меня уже цветение, то полив нужно увеличивать, увеличивать, даже через пять дней. А когда уже плодоношение у него наступает, рекомендуют вообще два раза в неделю поливать перец. Он очень много, как водохлеб, очень много берет влаги. И про то, на каком расстоянии выращивать горький и сладкий перец, рядом можно или нет. Вот у меня был горький опыт. Я выращивала в одной теплице, и у меня два года переопылялся перец, хотя он пишет, и не должен переопыляться, у меня сладкий перец становится горьким. Теперь я очень-очень далеко, вообще в разных концах огорода выращиваю. Сладкие у меня в теплице, а горькие на улице, там за двумя теплицами. И я бы не советовала рядом все-таки высаживать. Но некоторые, опять же, пишут, выращивают рядом, ничего не случается. Но тут знаете как? Я поняла, что некоторые сорта склонны к переопылению, а некоторые нет. У меня вот сорт Патриция и сорт желтый слон. Переопылились вот до полностью горького перца. Они стали горьче, чем сам горький перец, от которого они переопылились. Я теперь горький перец вообще перестала выращивать. Вот в этом году даже сеять не стала. Заменила все семена на новые, чтобы среди сладких не обнаружить никогда горького, потому что это страшное дело. Он делается такой горький. Но опять, спорить не буду, все сорта не проверяла. Вот эти два сорта у меня переопылились так классно, что вообще сорт стал совсем другой. Все. Так. И еще. Я читала, но я так не делаю, потому что, вы поймите, я делаю семена, с этого перца собираю, и я жду до созревания, вот до полного-полного. Он когда становится красный, я жду даже до бордового, до малинового. Но везде я читаю советы специалистов, чтобы не тормозить созревание следующих плодов. Например, если вы видите, что он из технической фазы зрелости, ну, переходит постепенно в биологическую, то есть приобретает цвет, вот уже краснеет, и уже не до конца, хоть и красный, но уже приобрел цвет, его лучше снимать рекомендуют. И это так же, как у томатов. Сняв вот этот плод, вы ускорите созревание следующих перцев, которые выше его. А если он будет висеть, вот один висит, второй, третий, и все эти созревшие будут висеть, то тормозится формирование вот выше там на макушке плодов. Но я оставляю все плоды до самого-самого конца, потому что я жду полнейшего вызревания семян. Но это касается только меня, и это нужно только мне. Я еще потом, когда снимаю, они у меня еще на подоконнике, на солнце, еще дозариваются. А если вы употребляете в еду, и если вам хочется как можно быстрее, быстрее получить больше, больше плодов, то лучше полузревшие плоды, когда уже характерные, вот так, характеристики, соответствующие сорту появляются, например, желтеет он, или краснеет. Снимайте, не дожидаясь полной расцветки. Ускорится созревание следующих плодов. Все. Вот это несколько слов о сладком перце. Видите, у меня он разный, самый-самый разный. Есть еще загущенный, есть уже рассаженный в стаканчике, есть совсем великаны, есть еще сидят в кассетах, есть какие-то странные перцы, которые стали вот такие розовые, всякие, и цветущие, с бутонами, я еще с ними не разобралась, насадила, не знаю, сколько и чего, очень много, потом разберусь, еще раз вам покажу, когда буду высаживать.